Всем большой привет, ребята! С вами Раиль и добро пожаловать в Хижину Музыканта. Сегодня разберём песню по вашим многочисленным заявкам. Песня Егора Крида «Мало так мало» со всякими испанскими фишками. Вы готовы? Давайте прослушаем мой кавер на эту песню и сразу приступим к разбору. Поехали! Мало так мало осталось, нормальный девчат. Я так давно всё хотел тебе это сказать, но я ищу её, и я найду её. Моя девочка, 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 где же ты где? Она не такая, как все, она особенная. Весь город оклота подсел на неё особенная. Ой, мама, эта любовь, мама, не по себе стала, а так вынесли в голове. Мало так мало осталось, нормальный девчат. Я так давно всё хотел тебе это сказать, Но я искал её, и я нашёл её. Моя девочка, девочка, всем преподала урок. Мало так мало осталось, нормальный девчат. Я так давно всё хотел тебе это сказать, Но я искал её, и я нашёл её. Моя девочка, девочка, всем преподала урок. Хай! Все пацаны от всего без ума, у этой белочки чёткий орех. Не нужны ни деньги, ни слабы, ты просто так. И подкатишь на нанес текст, стреляя глазами, проще, чем стечкин. Утонул, не увидев, от всех вопросов уйдёт по-английски. Но никого не обидев. Но я не простой, знаю подход, украду её просто из клуба. Подарю ей цветы всю ночь, что пролёт, целовать её, увы. Ой, мама, эта любовь, мама, не по себе я стала. Приступим, друзья, к разбору всего в песне три аккорда, что даже очень круто. И всё это можно сыграть без баррэ. Аккорд АМ, тональность песни Ля минор. Следующий аккорд С. И аккорд Е. Вот такой вот необычный порядок аккордов, он редко, конечно, встречается в песнях. Но я не встречал, по крайней мере, особо часто. Эти аккорды вначале я играю при помощи баррэ. АМ вот на пятом ладу. До средней посадкой на третьем ладу. И такой же посадкой на седьмом ладу. Курд Е. Что я делаю? Я играю арпеджио. То есть бас и арпеджио. Ну, точнее, это форшлаг. Я дёргаю бас и потом четвёртую, третью, вторую струну по очереди. И всё коротко. То есть, когда я до второй дохожу, я отпускаю все пальцы, чтобы коротко прозвучало. Потом нажимаю и дёргаю третью струну. На басу, кстати, посидеть нужно. То же самое на аккорде С. И на аккорде Е. Только здесь за вторым разом меняется немного рисунок. Дёргнули третью. За вторым разом дёргаем пятую. Третью, вторую, первую уже струну. Не три вот эти посередке, а три нижние. Получается. Я прямо-таки хотел повторить мелодию, которая в оригинале звучала. И поэтому при помощи только таких баррэ можно достичь такого звучания. Дёргаем на аккорде С и Е. Бас пятой струны, напомню. Дёргаем бас на аккорде Е. Четвёртую, третью, вторую струну по очереди. И отпускаем. За первым разом. За вторым. Бизинец сдвигаем на десятый лад в конце и воспроизводим его. То есть... Коротко всё должно. Дошли до первой струны, отпустили сразу левую руку, но расслабили. И отдельно вторую струну на десятом ладу зажали и дёрнули. И тоже коротко. Попробуем соединить. Вот так должно звучать. И... Начинаете петь. Можете чуть позже, можете сразу. И потом всё это самое идёт на ускорение, ускорение, ускорение. И... На аккорде Е один удар делаем. Посмотрим ещё раз. И в это время поём, пробуем. Мало так мало осталось нормальных девчат. Я так давно всё хотел тебе это сказать. Дальше ускорение. Но я ищу её, и я найду её. Моя девочка, 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 где же ты где? И один удар. То есть не надо на первую, вторую, третью струну идти. Один раз сделаем здесь фаршлаг. То есть бас, 4, 3, 2, 1. Третью дёргаем. И вниз удар. Всё. Кстати, что в голосе поётся? Практически одна и та же нота. Это нота... То есть... До, до, ля, до. Нужно... Поймайте голосом эту ноту. Мало так мало осталось нормальный девчат. И нота си. Вторая открыта. Мало так мало осталось нормальный девчат. Нота си потом в конце, вторая открыта. И всё. Дальше начинается, по сути, если это было вступление, то куплет. Тут я использую опять-таки свой любимый авторский клубный бой. Но его можно вообще по-всякому играть. То есть можно легко... Можно так легко играть. Давайте на аккорде АМ посмотрим этот бой. В лёгком виде. Вниз, вверх хлопок, вниз, вверх хлопок. Можете подушечкой вначале проводить, чтобы мягче было. Вниз, вверх хлопок, вниз. Ногтями проезжаемся и блокируем ребром в правой руке все струны. Вот такой рисунок. И пополам этот бой у нас делится на аккорде АМ и СА на Е. Он полностью звучит. То есть... Тут вместе с игрой нужно запеть сразу. Она... На слог НА приходится. Она не такая, как и все. Она особенная. Весь город Аклотов отсел. На неё особенная. Вот и всё. А чуть посложнее, если хотите, бой, то будет звучать так. То есть... Между этими боями как бы пауза. Вот его нужно чем-то заправить. И ещё в конце нужно добавить вверх. Вверх хлопок, вверх вниз, вверх. Вверх, вверх хлопок, вверх вниз, вверх. То есть вот. Тот бой. Вверх, вверх хлопок, вверх вниз, вверх. И снова тот бой. Вверх, вверх хлопок, вверх вниз, вверх. Представьте, что это два боя. Вот основной. И в конце добавляем ещё вверх. Вверх хлопок, вверх, вниз, вверх. Получается... И всё. Потом ногтями уже начнём играть, чтобы мощнее было. Пам-ка-та-пам-ка-ты. Вот эти два главных удара. М-м-г-т-пу. Да-дам. М-м-м. Да-дам. Как бы показывает, что это клубный бой. Всё дальше начинается. Бриджик такой. Перед припевом. Вставка и пошёл припев. То есть делаем удар вниз, потом бас дёргаем. Вниз, бас, вниз, бас, вниз, бас, вниз, бас. Пробуем. В конце один удар на аккорде Е. Можете не по одному басу попадать, а по нескольким сразу. Главным. И, в принципе, пробуем. Испанскую вещицу вставляем. Четвёртая, третья струна нам нужна. Дёргаем четвёртую струну на втором ладу. Хаммер. Он делаем на четвёртый лад. Потом дёргаем третью струну на первом ладу. Делаем хаммерон и пулов сразу. То есть дёргаем один раз, зажимаем на втором ладу, срываем и зажимаем четвёртую струну на третьем ладу. Получается... И сразу же ударяем на аккорд АМ. Потому что пошёл припев. Вот и всё. Припевчик уже мы с вами проходили. Бой такой же. То есть слова не поменялись, такой же бой. Только поём выше теперь. Теперь в голосе звучит ми-ми-ре, ми-ми-ре. А до этого звучало до-до-ля. Такая вставочка идёт. Что тут? Вторая струна на шестом, пятом и третьем ладу. Сразу же ставим вот такие пальцы без пака. И три подряд срыва. То есть дёргаем шестой лад второй струны. Срываем на пятый, потом на третий лад. Потом дёргаем третью струну на пятом ладу. Потом снова вторую струну на третьем ладу. Потом снова третью струну на пятом ладу. И срываем опять-таки три раза. На четвёртый и второй лад. И всё. Это более сложный момент. Его нужно хорошенько оттренировать долго. Особенно тяжело после Е попасть сразу же во время игры. У меня тоже иногда не получалось, а иногда вообще неровно получается. Потому что быстро-быстро нужно вам все эти разборы доставлять. Хорошенько отработать, времени нет. Доехали до ноты ля, и сразу удар а-эм. Зато вы так сделаете, и все ахнут, все ваши друзья, и вы будете королём. Пошёл опять-таки припев. Продолжаем, то есть. Как заметили, друзья, бой только чуть-чуть усложнился. По сути, основной косяк такой же, добавил больше ударов. Тот же самый клубный бой. То есть. Вниз, вверх, лапок. Вниз, вверх, вниз. Вверх, лапок. Вверх, вниз, вверх. Или такой. И всё, поёте. А-эм и С делите пополам. То есть, на аккорде А-эм. Вниз, вверх, лапок. Вниз, следующий на аккорде С. То есть. По сути, вот они, главные удары. Ой, занесло, друзья. Занесло меня. Пробуем ещё раз петь медленно. Уф, вообще хорошо, друзья. Распелся с вами. Спасибо. Вместе с вами же учусь, практикуюсь, становлюсь лучше. Даже по видео, по всем. Понятно, что раньше был хуже, сейчас лучше. Это большой эксперимент. Вместе с вами становлюсь лучше. Так что, друзья, подписывайтесь. Давайте становиться лучше вместе. А кто вот не может эти бои играть, прям, ну, не получается. Советую пройти курс игры на гитаре мой, который находится в описании под видео. Называется «Быстро обучение игре на гитаре». То есть, освоим гитару за 7 дней. Проходите и спокойно уже играйте все песни, которые хотите. Да, соглашусь, клубный бой чуть сложнее. Но если его выучить, до автомата довести, не сразу пробовать петь, то у вас всё будет круто. Вот у меня уже всё легко, потому что я его уже давно играю. И у вас должно получиться. Но сначала отдельно учите. Дальше начинается, опять-таки, после куплет второй. Здесь нужно начать рэп читать прямо на этом соло. То есть, когда вы проезжаете на ноту соль диез, начинайте говорить «Все пацаны», «Все пацаны», «Все пацаны», «Все пацаны». Как бы они не вместе, но нужно вот попасть, друзья. Быстро это звучит намного лучше. «Все пацаны». И начинайте уже на эме бой играть. То есть, «Все пацаны» от неё. На слог «Н» мы должны прийти на куртай. «Все пацаны». «Все пацаны». «Все пацаны» от неё. «Все пацаны» от неё без ума. У этой белочки чёткий орех. Простый удар вниз, хлопок вниз. Хлопок делайте для разнообразия. «Все пацаны» от неё без ума. А у этой белочки чёткий орех. Не нужны ни деньги, ни славы. Ты просто так не подкатишь. Она не из тех. Стреляет глазами круче, чем Стечкин. Утонул в них, увидев. От всех вопросов уйдёт по-английски. Никого не обидев. То есть, начинайте петь за такта. Не нужны ни деньги, ни славы. Ты просто так не подкатишь. Она не из тех. Дальше стреляет глазами круче, чем Стечкин. Утонул в них, увидев. В конце добавляйте вверх, вверх, хлопок, вверх, миссер. Как уже договорились вначале. То есть, вверх, вверх, хлопок, вверх, миссер. Вверх, вверх, хлопок, вверх, миссер. Тот же бой. По сути, должно легко получиться хотя бы. Вот этот бой должен получиться. Допевайте, и начинается припев. До припева бридж. Допеваем, давайте. Но я не простой, стаю подход. Украду ее просто из клуба. Подарю ей цветы всю ночь напролет. Целовать ее губы. Вот бридж. Ой, мама. Это любовь, мама. Не по себе стала. От этих письмей в голове. Все стандартно. Тот же бой, как в начале. Вставка и потом припев. Очередной разбор подошел к концу, ребята. Надеюсь, ваш сегодняшний день не прошел зря, а ознаменовался изучением новой песни. Пусть и попсовой, но со всякими прикольными фишками. Все это опыт. Вы знаете новые песни, изучаете новые песни. У вас репертуар расширяется и с этими песнями можно кадрить девчонок. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк. Эти лайки помогают моему видео подняться в рейтинге выше. То есть, если вы прямо сейчас лайкните, то когда посмотрели, то это видео поднимется чуть выше. И его посмотрят еще другие люди. И тоже что-то полезное с него подчеркнут. На экране видите ссылку на инстаграм, там также появляются эксклюзивные фоточки и видео, которые не появляются на ютубе, а также вконтакте. Там же можете задавать свои вопросы по поводу гитары. Там проще всего отвечать, потому что контакт сейчас захламлен, а у вас есть шанс получить ответ в инстаграме. Пишите, друзья. И не ругайте меня, что вконтакте я не успеваю отвечать. Действительно, в день приходит огромное количество сообщений. А внизу в описании под видео есть ссылка на самоучитель мой, который называется «О своем гитару за 7 дней». Да. Не забывайте, друзья, подписываться на канал Хижин Музыканта, потому что только здесь вы найдете самые топовые песни в разборе и виде кавера от меня. Всем до скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok